В Спасском староярмарочном соборе Из православных семей Их родители, крестные и другие близкие Молились вместе и стали свидетелями праздничного таинства Многие уже были участниками таких событий И с радостью пришли в Спасский храм с новыми родственниками Как и Оксана Земляникина, крестная мама маленького Георгия Мы проходили собеседование с батюшкой И некоторые вещи, которые не понимали Он нам объяснил все Вообще крестная мама в первую очередь должна прививать своего крестника к храму К храму тоже к Богу Постоянно приходить на службы, причащать То есть как бы тоже непосредственно участие, воспитание У меня трое детей, я третий сын И нас тоже крестил митрополит в этом же храме Мы уже знакомы не первый раз Поэтому просто настроение радостное, веселое Александр Кузнецов пришел крестить третьего ребенка Дочку Маргариту Живем для кого? Для них Самое главное в жизни, что у нас, я считаю, добро Добро, оно всегда побеждает Храм этому способствует То есть вера в Бога И если все люди будут добрыми, то, наверное, все будет хорошо Владыка Георгий поздравил родителей и крестник с большим семейным праздником Я очень рад сегодня вас видеть в тем храме И поздравляю тех, кто с навороженными нашими дядами, христианами Алексей Все семьи получили свидетельство о крещении и подарки от Нижегородской епархии Нынешние таинства с участием архипасторя было уже 13-м Три года назад митрополит Георгий предложил В особо учрежденные дни крестить третьего и последующих детей в семьях православных нижегородцев Такие богослужения совершаются регулярно Информацию о них можно найти на сайте Нижегородской епархии nne.ru В детской больнице номер 17 Нижегородская общественная организация «Линия жизни» провела праздник Маленькие пациенты, их родители и сотрудники больницы Получили несколько минут большой настоящей радости Команда волонтеров волновалась перед этим выступлением Понимая, что в больнице ребенок чувствует себя иначе, чем в привычной атмосфере дома или улицы Но аниматорам Евгении Малашевич и Наталье Морозовой Удалось сразу найти контакт и с маленькими детьми, и с подростками Конкурсы, загадки, мыльные пузыри – обычная, казалось бы, программа ребят очень порадовала Делять внимание детям очень важно Если у взрослых какой-то опыт уже имеется жизненный, да, и там багаж за плечами То у детей опыта никакого нет, и важно, чтобы вот они получали что-то новое Какие-то радостные эмоции, какой-то позитив, чтобы они не оставались без внимания Все считают, что она похожа на плюшевую игрушку, но она считает себя настоящей овчар Особенное удовольствие пациенты получили от знакомства с кинологами Ксении Бажутовой и ее собакой Бетти И Верой Косилович с питомцем Липой Четвероногие умницы старались показать все, что умеют И за несколько попыток научились новым трюком с участием зрителей Врачи тоже были благодарны волонтерам и всем организаторам этого радостного общения Мы стараемся радовать детей так часто, как только мы можем То есть мы стараемся делать мероприятия ко всем каким-то большим праздникам Но вот на улице, например, то есть это у нас впервые так организовано Дети, даже если они находятся в больнице, то это не значит, что они должны здесь грустить То есть однозначно они должны здесь смеяться, радоваться и жить Особенно если ребенок находится в больнице достаточно долго Даже если ребенку, например, не очень хорошо физически Но все равно они стараются, они включаются Площительные эмоции влияют, конечно же, и на взрослых, но и на детей в первую очередь Каждый день это тоже маленькая жизнь И мы хотим, чтобы в каждой дне было больше праздника Больше каких-то счастливых моментов Больше счастливых воспоминаний Которые в дальнейшем помогают нам справляться с какими-то, может быть, трудными проблемными вещами в жизни С удовольствием дети играют с собакой С удовольствием дети взаимодействуют с героями Было очень здорово, спасибо всем Родители рады поддержке волонтеров Чем больше хороших эмоций, тем легче маленьким пациентам переносить непростое время лечения Дети пришли и радуются, они тут играют, веселье Тут особенно нравятся зебры, собаки Праздники нужны такие в больнице, потому что дети, они же болеют Им надо какой-то позитив И они здесь как бы раскрепощаются Они начинают здесь расселиться А смех – это всегда здоровье Линия жизни достигла поставленной цели Градус настроения в больнице поднят Пациенты довольны, волонтеры тоже рады успеху Значит, продолжение будет В Нижегородском храме в честь святых жен Мироносец Открыта выставка «Звон, написанный кистью» Настоятель церкви протеерии Сергий Мельчаков Решил обратить внимание прихожан на отражение в русской живописи Удивительные роли колоколов Художники, они писали то, чем жили Не было ни телефонов, не было телевидения, ни радио Вся информация, она была доступна тогда, когда человек, в общем-то, слышал колокольный звон Когда человек приходил в Божий храм Это и были радостные события, и какие-то горестные Также колокол возвещал о бедствиях, о пожарах и каких-то других событиях И богослужения, и приезд царских особ, и приезд духовных особ То есть все это, в общем-то, возвещалось колоколом Звонари, храмы, колокольни, неповторимые русские пейзажи, которые воображение легко дополняют звуком Все это есть на небольшой выставке Возможно, кто-то по-новому откроет для себя смысл известных картин Вот знакомый нашим землякам полотно художника Боголюбова «Нижегородская ярмарка. Колокольный ряд» Здесь можно рассмотреть покупателей, которые обязательно пробовали звук И он летел над самой стрелкой Или грачи прилетели с Аврасова Каждый школьник на уроке пытался почувствовать, как художник передал зрителю свежий весенний ветер и аромат тающего снега Но здесь есть еще и звук Возможно, птицы забеспокоились от того, что раздался звон Главным героем выглядит колокол и на картине Василия Худякова «Новгородская вече» Звучащие православные пейзажи увлекали не только классиков живописи В храме «Жон Мироносец» можно увидеть репродукции картин современных авторов Софийские колокола Ольги Карпачевой Помни имя Бориса Альшанского и другие произведения Художники заставляют радоваться и грустить Вспоминать имена и события российской жизни Печальная страница есть и в истории самой церкви «Жон Мироносец» Вот в 1715 году случился пожар, вот где мы стоим в этом месте После этого пожара, в общем-то, колокола, они плавились И вот настолько, в общем-то, был сильный пожар Теперь в уже давно восстановленную Мироносецкую церковь Прихожане стремятся как в одно из самых древних мест города Где никогда не забывают о православной истории Дуня, поздоровайся с нами? Спасибо, давай Привет, привет В инновационном центре «Сияние» уже год звучат народные песни Традиционным творчеством с ребятами и их родителями Занимается руководитель фольклорного ансамбля «Птица Жар» Любовь Колесникова И совсем маленькие и подросшие дети легко и естественно Водят хороводы, поют и общаются Мы были мало знакомы с фольклором Вот до встречи с собой Вячеславом действительно А сейчас это как часть нашей жизни То есть это не просто занятие, а это действительно Ну как-то и в жизнь нашу перешло Мы дома поем, мы играем То есть мы не заставляем детей петь Мы поем сами, они, глядя на нас, просто берут примеры и тоже поют И самое удивительное для меня, что дети гармонично вписываются вот в этот фольклор Им очень нравится Вот Зоинька младшая показывает животных вот из фольклора И это настолько просто для нее это Ну, я прям радуюсь Андрей Зенкин попал на такую репетицию случайно Когда супруга Нина была занята с новорожденной малышкой Любой Ему пришлось вести на занятия в Центре сияния старших детей С тех пор они поют и играют всей семьей Андрей считает, что каждый так может Просто большинство отцов работа затянула Я думаю, что сейчас, наверное, просто современная реальность такая немножко Отцы должны зарабатывать, трудиться И, в принципе, наверное, ну, разучились расслабляться Нет, надо иногда же с семьей побывать Не все время работать Идеей заняться солнечными детьми народными песнями Пришла Любови Колесниковой на одном из фестивалей Куда попал ансамбль «Птица Жар» Мы попали на фестиваль «Алтын Майдан» в Крыму Он проходит в поселке Межводное Фестиваль оказался инклюзивный На который приезжает более тысячи человек Более ста коллективов со всей России Разных национальностей, люди Разных возрастов И разных особенностей здоровья Вдруг поняла, как что-то щелкнуло в голове Что вот это та ситуация инклюзии Когда ребенок с особенностями здоровья Чувствует себя равным В деревне пели и плясали все Традиционная культура – это та область Где каждому человеку найдется ниша Детям с синдромом Дауна трудно говорить Им сложно просто выговаривать слова Они могут подпевать, они могут танцевать Они все равно запоминают так или иначе То, что мы делаем на занятиях И любой человек с любыми возможностями Смотрится в этом органично Игру мы завершаем Завершаем мы играть Принципиально важно, чтобы вся семья включалась в творчество Год занятий показал, что петь вместе с детьми совсем не трудно Это может стать любимым общим делом Я занимаюсь не с детьми Я занимаюсь с родителями Дети сидят на руках и впитывают Как, собственно, это в традиционной культуре и происходило В любом традиционном обществе Специально с детьми никто не занимался Дети воспитывались на примере взрослых И когда так происходит Это самая правильная педагогика Самая успешная И это самый прочный результат Может быть он будет не быстрый Не такой быстрый, как если заниматься только с детьми Но он будет прочный И надолго это откладывается И запоминается За год репетиций Объединенный коллектив Семейный клуб Птица-жар-сияние Настолько спелся Что стал победителем Нижегородского конкурса 800 добрых дел Родного города У детей и родителей появились традиционные народные костюмы А еще записан ролик с одной из песен И теперь команда из 28 человек Планирует отправиться на тот самый фестиваль Алтын-Майдан Где родилась мысль начать необычный проект Эта мечта может стать реальностью С финансовой поддержкой неравнодушных людей Которые знают о том, как важно Семьям с особенными детьми Делиться своим опытом преодоления И чувствовать себя в обществе на равных Сделать пожертвования можно на специальной странице Сайта «Сияние Эннов Ру» Нам самим нравится И мы хотим вот эту вот радость свою Донести до всех и передать Мы собираемся здесь, наверное, все по духу Помогать своим детям Помогать друг другу Потому что детям нужна дружба Семьи должны дружить Но надо понимать Как бы хорошо им там в семье не было Всегда нужны друзья То, что вот эта безопасная среда То, что для них здесь уже совсем другой мир Он добрый Они знают этот центр Если у них как бы ощущение вот такого дома Не только там, но еще где-то Это вообще прекрасно, мне кажется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok